Здравствуйте дорогие друзья, это первый и я искренне надеюсь не последний выпуск в котором я собрал лучшее по моему мнению приложение для Apple Watch. Все таки это смартфон в мире носимой электроники и его можно и нужно загружать сторонним софтом, который будет куда более специализированным, а значит и лучшим чем штатное решение Apple. Будет интересно, ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. Начнем с продуктивности, кто давно зависает на нашем канале знает, что я пользуюсь менеджером задач SYNX3 и у него есть замечательный клиент для WatchOS, но вы всегда будете видеть актуальный список на сегодня, причем даже с чек-листами. К примеру, куда удобнее видеть список покупок на запястье, чем держать смартфон. Также вы сможете быстро добавлять задачи голосом в папку входящих, а при необходимости новую заметку можно отправить в список сегодня. Приложение акцентирует на главном. Да, софт платный, но разработчики постоянно его допиливают и внедряют новые фичи, отрабатывая денежку на все 100%. О своих любимых менеджерах задач пишите в комментариях. Дальше почта. Штатный почтовый клиент устраивает ровно до тех пор, пока вы не начнете работать используя электронный ящик. Разобраться с письмами поможет Spark. Основные разделы представлены в Apple Watch. Многие действия с письмами можно осуществлять не прибегая к помощи со стороны iPhone. Единственный недостаток письма с очень тяжелой графикой обычно такие присылают в рекламе или маркетинговой корреспонденции, Spark на Apple Watch может и не открыть. Как многие удивляются почему нет калькулятора на iPad, так и я удивился почему его нет на Apple Watch. Ведь это же реально удобно. Установив сторонние за калькуляторы я перестал испытывать дискомфорт, только приложение иногда работает немного задумчиво. Разумеется на дополнительных двух экранах здесь есть и кнопки из инженерного вида. Ничего лучшего я не встречал и если есть что противопоставить так же пишите под видео. Apple. Где анализатор сна из коробки? Лучшее что я смог найти – Pillow. Разработчики действительно профессионалы. Приложение мониторит сон, сканирует пульс, выводит графики и статистику с важными показателями и точным временем сна. И конечно же будет тогда, когда организм к этому готов. Разумеется в заданном интервале времени. Работает эта штука в паре с iPhone и показания считаются очень точно. Просыпаться действительно становится легче. С часами на запястье спать не очень комфортно, но когда есть всего 5-6 часов для сна, то лучше встать в нужной фазе. Недостатки. За полную версию надо платить. Плюс нет русской локализации, но разработчики уже над этим работают. Я узнавал. Кстати, если при первом запуске Pillow на часах у вас все на китайском, в приложении Watch на iPhone нужно сменить регион на США и в таком случае сразу или после переустановки приложения все запустится на английском. Затем настройку можно вернуть в исходное положение. Быстро конвертировать валюту поможет крутое и что самое главное бесплатное приложение Currency. Я им пользуюсь на iPhone, а с покупкой часов не брезгую воспользоваться и наручным клиентом. Добавили все нужные валюты, ввели значения и получили результат. Мне понравилось то, что при неправильном вводе числа нет кнопки сброса. Приходится выходить, входить в конкретную валюту и заново вводить значения. У штатного погодного клиента есть два преимущества. На иконке отображается текущая температура и есть информативный прогноз на всю неделю. Но температура по часам ничего кроме облачек и солнышек не показывает. А мне нужен точный прогноз по часам. В этом случае поможет Weather Life. Есть температура по ощущениям. Клиент отображает многие показатели, включая время восхода и заката, а также температура по часам. Иконка не активна, но блин, где погода на всю неделю. Короче так и живем, пользуюсь двумя приложениями. Я жестко контролирую потребление жидкости. Приложение на iPhone это очень круто, но куда удобнее и быстрее отмечать выпитый стакан или бутылку через Apple Watch. В настройках Waterminder указывайте до 7 видов DOS и получайте горячие кнопки. Если получилась нестандартная тара или жидкость, не беда, жмете другое и выбираете что и сколько выпито. А еще на часах есть вкладка с историей за последние две недели с уровнем нормы и вкладка с достижениями. Литроболистам понравится. По моему мнению лучшим приложением для учета финансов является MoneyVis. Да, она может не самая наглядная или гиперудобная, но здесь заложены даже самые сложные схемы введения отчетности о движении денежных средств. Так вот, постоянно доставать смартфон, чтобы ввести сумму потраченную в магазине это настоящая боль. Но вот приложение в Apple Watch очень удобное. Можно оперативно не только ввести доход или расход с выбором счета или категории, но и посмотреть на каком счету какой остаток, что очень удобно. Только в таком виде я вижу человеческое существование программ для учета финансов. Только вот русской локализации почему-то нет. Но это влияет только на заглавный экран и дискомфорта не вызывает. Приложение тренировка на Apple Watch однозначно удобное. Я его регулярно использую при свободных заездах на велосипеде. Но вот для бега отдаю предпочтение Nike Run Club. Для меня бег это как игра, а сообщество Nike подходит для этого просто идеально. Приложение удобное, наглядное и очень стильное. Но блин, почему разработчики не хотят добавлять функцию, когда я выбираю не только расстояние, но и время, за которое я его хочу пробежать. Чтобы приложение голосом не задавало темп. Я не смотрел постоянно на время и ничего не просчитывал в уме. Кто посоветует такую программу расцелую. Айнея. Сделаю низкий поклон, а то сейчас извращенцы понабегут. Для хранения скидочных карт использую Mobile Pocket. Запустил программу, выбрал карточку и появился штрих-код, который уже прикладываете к скиммеру. Оказывается аналогичная штука есть и на Apple Watch. Правда длинные штрих-коды не открываются. Но это скорее исключение. Главное чтобы скиммер не подвел. А то некоторые древние аппараты не то чтобы с экрана часов, а не штрих-код с экрана 5.5 дюймового iPhone 7 Plus считать не могут. Ну а сейчас мне нужна ваша помощь. В комментариях расскажите о своих любимых приложениях для Apple Watch, чтобы мы смогли набрать годноту для следующего выпуска. Буду очень вам благодарен. На этом все. С вами был Вадим Ющенко на канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. И пожалуйста, не пишите мне в комментариях про то, как вам не нравится мой кейс на Apple Watch. Вы не знаете насколько у меня активный образ жизни и мои гаджеты просто нуждаются в дополнительной защите. А те кому эта штука понравилась, совсем скоро будет распаковка. Спасибо за понимание.